Дорогие друзья, здравствуйте. Портал Preon.ru начинает очередной вебинар, посвященный зарубежной недвижимости. Тема у нас сегодня самая, что ни на есть горячая. Мы будем говорить о Турции и ее недвижимости. Сразу представлю мою собеседницу. Это очаровательная Юлия Байдан, руководитель отдела продаж компании Profit Real Estate. Здравствуйте. Юлия, мы с вами буквально неделю назад, полторы недели назад общались на вашем канале, где очень много всякого разного видео, много замечательных сюжетов. И, кстати, я думаю, нашим зрителям интересно будет с этим каналом познакомиться. Кто еще не знает, я думаю, в чате мы просто контакты опубликуем и смогут подписаться наши зрители. Но понятное дело, что на самом деле по Турции мы с вами можем каждый день сейчас говорить, просто в режиме, знаете, в реальном времени, в режиме того, что происходит, потому что каждый день меняется, даже не столько о рынке можно говорить, меняется ситуация, меняется обстановка, связанная с разрешениями, запретами. Ну, запреты на перелеты, мы и так уже знаем, да, что это такая штука неприятная. Но поэтому о недвижимости мы сегодня, безусловно, будем говорить, о последних изменениях, которые на рынке происходят. И представим несколько интересных проектов. Но сейчас главное, напоминаю, что у нас работает чат, и вы можете задавать вопросы свои. Юль, а вас я давайте все-таки спрошу, а что сейчас реально происходит, что у вас происходит на улицах, какие изменения, потому что, ну, в новости приходит, что действительно эпидемиологическая ситуация не идеальна, собственно, она и стала причиной закрытия рейсов. Пожалуйста. Да, совершенно верно. Та статистика, которая публикуется каждый день в Турции, она совершенно не радует, и наоборот, даже, наверное, больше огорчает. Но я часто обращаю на это внимание и рассказываю это и нашим потенциальным клиентам, и нашим клиентам, которые уже, собственно говоря, приобрели недвижимость, которые тоже регулярно звонят и спрашивают, как дела, так ли все страшно, как рассказывают в новостях. Я всегда обращаю внимание на то, что Турция, это, пожалуй, мне кажется, единственная страна в мире, которая делает такое огромное количество ежедневных тестов. Да, то есть в Турции каждый день делают более 350 тысяч тестов. Причем эти тесты, я говорю, вот они делают просто поголовно и всем. Я вот тоже недавно, у меня была ситуация, я, по-моему, рассказывала, и вам Филипп рассказывала, как у меня у няни случился приступ аллергии, ей нужно было в больницу попасть для того, чтобы ей выписали, да, то есть просто рецепт, чтобы она купила себе там определенное как бы лекарство от аллергии. Ей сказали, нет, вы сначала идите, тест на коронавирус дайте, вот когда он у вас будет, вот тогда и придете в больницу. Вот, то есть вот до такого доходит. Тем более здесь же у нас вот эта система с ХЭС-кодами. Если вдруг получается, что они видят по ХЭС-коду, что вы там, не знаю, в автобусе междугороднем, например, ехали, и у вас какой-то там был контактный человек, то есть они придут к вам, отправят смс-сообщение для того, чтобы вы сделали тест на коронавирус. То есть я подчеркиваю, что из тех, да, тысяч человек, там, 55 тысяч человек, которые выявлены с тестом, с симптомами, с симптомами болеет около трех с половиной тысяч. Да, то есть я даже вот не знаю, какая это там десятая, Филипп, я думаю, что вы лучше подстанете. Все остальные просто бессимптомники. И я убеждена, что если бы другие страны, ну, в частности, например, Россия, делала такое количество тестов, которые делает Турция, то цифры были бы, ну, плюс-минус одинаковые, потому что мне кажется, что ситуация одинаковая, то есть во всем мире. То есть я не верю в то, что вот это только в Турции. Смотрите, а если мы говорим не о тестах и не о цифрах, а вот, ну, реальной ситуации. Я знаю, что довольно жестко на улицах Турции следят полицейские за тем, чтобы люди ходили в масках. Есть довольно жесткие ограничения. Какие они сейчас и что меняется в последние дни? Что случится в ближайшее время? Да, хорошо, расскажу по ограничениям, которые, вот, собственно говоря, сейчас вступили в силу. Эти ограничения связаны во многом с тем, что сейчас в Турции идет пост Рамазан, да, то есть, ну, не только в Турции, во всем мусульманском мире идет пост. И новые ограничения, в первую очередь, касаются именно этого. Начало вечернего приема пищи, который в Турции называется ифтар, происходит после захода солнца, то есть это примерно 19-25, 19-26, 19-29, ну, зависит от региона, соответственно. И в Турции есть такая замечательная традиция на вот эти вот ифтары собираться большим количеством родственников, большим количеством друзей, соседями, да, то есть вот они на протяжении, в обычное время, на протяжении всего поста просто вот так вот ходят друг к другу, сегодня у одного поели, завтра у другого, послезавтра у третьего, да, то есть это вот как бы у них вот такая традиция. Поэтому, естественно, чтобы избежать вот этого скопления людей, вот этих вот объятий, да, то есть и совместного времяпрепровождения, очень правильно государством были приняты новые ужесточающие меры. У нас сейчас комендантский час в будние дни начинается с 19.00. Магазины работают до 18.00, а это значит, что большинство компаний, да, пересмотрело рабочий день, мы вот в частности также сейчас закрываемся в 17.00. Я вот тоже рассказывала, что я предлагала сотрудникам закрываться не в 5, а в 6, и всем дружно похудеть, но почему-то все отказались и сказали, что нет. Не хотят худеть, это странно. Да, что мы в магазин хотим успеть попасть. Вот, это вот одно ограничение, у нас снова ввели запрет, ну это уже как бы было дальше, на субботу, да, то есть сейчас у нас субботы и воскресенья дни, когда все турецкие граждане должны находиться дома. А также у нас сейчас именно на пост, на время поста закрыли вновь рестораны и кафе, то есть они сейчас активно работают на доставку, очень удобно, очень быстро, опять-таки из-за поста, сейчас у них вообще все просто поставлено, как часы в плане доставки вот именно пищи и каких-то блюд. Также закрыли фитнес-центры снова до окончания поста и закрыли салоны красоты. То есть не парикмахерские, парикмахерские работают, а вот именно салоны красоты, где проводят какие-то процедуры, они вот закрыты тоже. В Германии, кстати, переживают, да, долгое время, по-моему, в последнее время что-то было у них, какие-то проблемы с салонами красоты, именно с парикмахерскими, и люди ездили в соседнюю Швейцарию. Ситуация кажется, на самом деле, дикой, кажется, что такого не может быть, скажи кто-нибудь полтора года назад. Да, запись обязательно будет, сразу отвечаю на вопрос, запись будет, обязательно пришлем, вычтем всем участникам вебинара, и она будет опубликована и на Приане тоже. Скажите, вот, ну, так или иначе, может быть, даже серьезнее, чем вот этот запрет повлияло на, может быть, текущую ситуацию, связанную с рынком недвижимости, вот этот запрет на авиаперелеты. Ну, все-таки даже если простую математику, вот эти полмиллиона человек из России только, которые должны были прилететь в Турцию, понятно, далеко не все они были покупателями недвижимости, но даже если, условно говоря, каждый сотый так или иначе бы интересовался, то это огромный поток, да, это тысячи человек, которым это было бы интересно, и это тысячи человек, которые могли бы жить не в гостиницах, а в съемном жилье. Вот что происходит здесь сейчас, и если мы проведем параллель, скажем, с прошлым годом, ведь в прошлом году то же самое было, только тогда мы еще не знали, когда все закончится, сейчас будет 1 июня. Как это сказывается на вашей работе в текущий момент и на работе вообще о рынке недвижимости? Работы меньше не стало, наоборот, да, ее в такое время становится, как правило, больше. Конечно, многие наши потенциальные клиенты, а у нас вообще в недвижимости самый пик это всегда весна и осень, да, то есть комфортно в это время и смотреть объекты недвижимости и выбирать, вот, и то есть, естественно, в апреле и мае всегда приезжают именно те клиенты, которые целенаправленно едут на приобретение недвижимости. Конечно, были клиенты у нас, которые должны были приехать, у нас были клиенты, которые должны были приехать для получения ТАПУ, да, то есть, но сейчас на сегодняшний момент все просто перенесли даты и ждут, что с 1 июня все-таки Турция будет открыта, но и более того, я хочу отметить, что сейчас в неделю с Москвы есть два рейса турецких авиалиний и есть два рейса аэрофлота, если мне не изменяет память. Вот это, кстати, важно, их не два всего, насколько, ну, по крайней мере, я смотрел по табло, их было четыре все-таки. Да, да. Это не сотни, но все равно... Но все, кто хочет, в принципе, я вот говорю, у нас вот недавно ситуация, наш клиент, у которого была запланирована поездка в Турцию, у него был отменен рейс, но он все равно приехал в Москву, он еще позвонил мне, попросил проверить, точно ли отменен рейс Пегасуса, я говорю, да, он точно отменен, потому что вам пришло сообщение, но все-таки мы все равно позвонили, убедились, что он точно отменен, и, как бы, человек просто купил билеты на аэрофлот по абсолютно нормальной цене и вот уже счастливо, совершенно отдыхает здесь, в Аланье, сейчас теплее. Скажите, если кто-то решает лететь через Стамбул, сколько рейсов из Стамбула в Анталию, насколько там легко улететь? – Рейсов очень много, много рейсов, и в Анталию есть рейсы, и в Газипашу, я напоминаю, что в Алании есть свой собственный аэропорт Газипаша, который является международным аэропортом, и, естественно, внутренние рейсы тоже принимает, поэтому здесь уже в зависимости от времени вашего прилета в Стамбул, вы можете выбрать либо Анталию, либо Аланию, рейсов в Аланию поменьше, а в Анталию вообще практически… – И каков порядок цены, сколько стоит билет, ну, примерно, можете сказать? – Ну, примерно, то есть начинается где-то от 150 лир в одну сторону, ну, и дальше, естественно, может доходить там 200-250. – 250 лир – это в евро сколько примерно будет? – Ну, 250 лир, мне проще сказать, в рублях. – Давайте в рублях. – Сколько? Две с половиной тысячи рублей. – Две с половиной тысячи рублей? – Да. – Ну, то есть давайте так назовем, 30 евро, это в один конец. – Да, да, да. – Вот вопрос, он такой важный, вы скажите, есть ли у вас какая-то информация, что в Турцию, до Стамбула пускают только граждан Турции, есть ли какая-то информация на этот счет? – Нет, 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 это совершенно, эта информация не имеет места быть, потому что как раз-таки вот другие наши клиенты, они ездили в Стамбул, погуляли, вернулись обратно. Недавно моя подруга, которая занимается авторскими турами, с целой группой туристов ездила в Стамбул, да, то есть они там провели свои мероприятия и вернулись обратно в Амин. То есть как бы любой человек может полететь с Анталии. – У меня есть информация о трехдневной давности, то есть уже после внесения запретов люди, не имеющие ни ВНЖ, ни гражданства, ни даже еще недвижимости до Стамбула долетели и, в общем, ну, если был какой-то форс-мажор, их бы как бы там сильно задерживали, а потом пропустили, они бы об этом рассказали, а не люди, которые шугли бы поднимать. – Да, сейчас просто вот ввели ограничения для турецких граждан, да, то есть вот это вот свободное передвижение между городами, его действительно ограничили, но это для турков, то есть вам нужно обязательно, да, ну, сказать, собственно говоря, указать причину, по которой вы едете в Стамбул, то есть должна быть какая-то уважительная причина. – Тогда следующий вопрос, ну, все равно некие ограничения есть, некое напряжение, оно в воздухе витает. Год назад в такой же ситуации, ну, назовем так, те, кто больше склонен к панике, говорили о том, что все, сейчас рынок недвижимости рухнет, говорили не только про турецкий говорили, вот сейчас, например, в России говорят только что, что будет с бедными чехами, как-то они сейчас справятся, ну, в общем, я думаю, тоже еще как-нибудь справятся они без массового российского покупателя, и, собственно, не политика здесь историю определяет. Но, тем не менее, все-таки, вот есть полтора месяца, в течение которых определенное количество покупателей сделку или отложат, или перенесут на неопределенный срок. Понятное дело, это, во-первых, насколько это все-таки чувствительно для турецкого рынка недвижимости, насколько это чувствительно для агентств, для застройщиков, и будут ли они каким-то образом на эту ситуацию влиять, и влияют ли прямо сейчас, вот что происходит? Во-первых, я хочу, да, я, благодарю, я поняла вопрос, Филипп, спасибо. Во-первых, я всегда тоже обращаю внимание, что, конечно, продажи недвижимости иностранцам, безусловно, очень важны, но они не определяют рынок недвижимости Турции, потому что все-таки, да, занимают, ну, не такой большой процент, если мы возьмем весь рынок недвижимости, поэтому, безусловно, я тоже много лет работала, я уже 12 лет работаю в этой сфере, ни один кризис видела своими глазами, ни один кризис работала, и да, и всегда находятся те, кто говорит, вот сейчас рухнет, вот сейчас вот точно рухнет, вот подождите, вот еще чуть-чуть и рухнет, вот, но этого все не происходит, не происходит и не происходит, потому что земля на берегу Средиземного моря, ресурс, который не безграничен, и ресурс достаточно ценный. Безусловно, безусловно, сейчас, как вы и сказали, есть иностранцы, которые, ну, перенесли, собственно говоря, свои поездки и не смогут, да, приехать сейчас именно выбрать и приобрести объект недвижимости, но одновременно с этим часть клиентов, да, кто рассматривали, например, вторичные объекты недвижимости, они переориентировались, да, то есть, ну, или мы предложили переориентироваться и активно рассматривают строящиеся объекты недвижимости. Сказать, что рынок встал, будет неправильно, у нас по-прежнему каждый день заключаются договора на строящиеся инвестиционные объекты, да, то есть, которые в принципе, да, то есть, вот с прошлого года, как началась вот эта вот практика онлайн покупки недвижимости, так она и продолжает, и она каждый день, да, то есть, набирает обороты, то есть, я говорю, вот у меня был клиент, у которого была запланирована поездка на 25 апреля, у него онлайн был выбран объект недвижимости, это была вторичная квартира, он смотрел для инвестиций, да, то есть, как бы делал приобретение, мы планировали, что он купит эту квартиру и будет сдавать ее в аренду, да, то есть, инвестиции тоже могут быть разные, то есть, кто-то покупает объект недвижимости для того, чтобы сдавать его в аренду и получать прибыль, кто-то может вложиться в объект на нулевом этапе строительства, для того, чтобы, когда будет проект уже близок к завершению строительства, перепродать его с приростом для себя определенным, и вот мы с нашим, с моим клиентом посидели, подумали, он говорит, ну, не судьба мне, значит, купить вторичный объект недвижимости, давайте переносить залог, вот будем покупать вот этот вот замечательный новый проект, который вот появился, я вот на него и так вот посматривал, он на нулевом этапе строительства, вы мне все отправили, вы мне все показали, и я и не приеду еще полтора года, пока там что-то не начнется. Окей, смотрите, тогда давайте вернемся к тому, о чем мы с вами, наверное, говорили еще год назад, вот предположим, онлайн-сделки, они вообще по всему миру сейчас так или иначе ведутся, что нужно для того, чтобы что-то забронировать и, может быть, уже к чему-то приготовиться в течение полутора месяцев, например, если пока не прилететь все равно, ну или просто не хочется лететь в неопределенную ситуацию. Ну вот мы должны буквально сегодня, вот подписываем сейчас контракт, тоже дистанционный, у нас клиенты такие немножко осторожные в этом плане, они вот попросили, да, в контракт добавить пункт, что, собственно говоря, если до, они даже попросили не до 1 июня, а до 25 августа написать, что если не восстановится авиасообщение, то тогда будет составлено там дополнительное соглашение к договору, в котором будут, собственно говоря, указаны сроки, когда можно будет прилететь в Турцию. Вот, поэтому здесь от, прошу прощения, от покупателя нужно только желание и, собственно говоря, то есть возможность отправить залог за выбранный объект недвижимости, но мы живем в современном мире, и эта возможность, мне кажется, есть у каждого сейчас. Значит, еще разочек, посмотрите, предположим, у меня хотел приехать и после этого что-то начинать делать, но, то есть, начиная с чистого листа, вот я сижу сейчас в Петербурге, а я вам говорю, Юлия, вот этот объект мне более-менее интересен, что я должен сделать, что я должен вам прислать, какие там паспорты свой, ну, в смысле. Да, вот вы говорите, вот этот объект мне более интересен, после этого обязательно специалисты нашей компании пришлют вам подробную информацию об этом проекте, да, там и месторасположение, и видео обязательно спросят вас, Филипп, давайте мы поедем, прям вам с места все покажем, расскажем, спустимся до моря, покажем пляж, чтобы вы, собственно говоря, все увидели, хоть и онлайн, и уже были уверены в своем выборе. Показали, вы говорите, что все устраивает, понравилось, все покупаю. После этого мы обговариваем с вами условия оплаты, да, то есть я всегда говорю, что кризис это не только, да, плохо, это всегда хорошо, это время дополнительных возможностей, когда строительные компании более гибкие, и, собственно говоря, для того, чтобы не упустить клиента, готовы предоставить интересные условия, которые в обычном состоянии рынка, да, то есть вам не предоставят. Поэтому здесь я вот всегда своим инвесторам и своим клиентам говорю, обязательно иметь этот момент в виду, и ни в коем случае не переносить, например, продажу, если тем более вы там объект на стадии строительства на нулевом этапе собираетесь покупать. Обсуждаем с вами условия оплаты, обсуждаем с вами график платежа. Обсудили, давайте так, вот смотрите, предположим, объект на стадии оплаты, предположим, его цена 50 тысяч евро. Вот после этого вы мне предложите несколько вариантов, как я могу, что я должен там сразу заплатить или там в несколько этапов и так далее. Да, конечно, безусловно, то есть любой объект подразумевает стандартный график оплаты. Да, то есть что значит стандартный график оплаты? Когда строительная компания определяет, какой у них первоначальный взнос и далее, например, как вы потом остаток суммы будете оплачивать раз в месяц, раз в квартал, прошу прощения, раз в шесть месяцев. Вот, то есть обговаривается вот этот вот стандартный график, если вдруг он по какой-то причине вам не подходит. Например, вот мы сейчас активно продаем объект недвижимости в Махмутларе на нулевом этапе, там строительная компания просит в качестве первоначального взноса 50% от стоимости. Но у меня есть некоторые клиенты, которым неудобно сразу заплатить 50% от стоимости, и они предложили свой собственный график оплаты с меньшим первоначальным взносом. И мы этот график утвердили у строительной компании. То есть вам рассказывают о стандартном графике, если этот график вас устраивает, то мы уже, собственно говоря, переходим к заключению контракта, если вы мне говорите, нет, Юль, мне неудобно, не могли бы вы пообщаться со строительной компанией, чтобы это было так-то, так-то и так-то, обязательно наши сотрудники это сделают. И очень большая вероятность, что, так как у нас большой объем продаж у многих крупных и надежных строительных компаний, что ваши условия, да, то есть они будут приняты строительной. Хорошо, предположим, график утвержден. График утвержден. Что значит утвержден? Мы с вами заключаем некий договор, вот где я вижу этот график? Безусловно, безусловно, на любые объекты недвижимости мы заключаем трехсторонний договор на двух языках, в котором прописаны абсолютно все права и обязанности каждой стороны. В том числе и нашей компании, нашего агентства по недвижимости, как гаранта чистоты сделки. Мы во всех договорах фигурируем. То есть у нас первая сторона это продавец, вторая сторона это покупатель, третья сторона это агентство по недвижимости. Договор на строящиеся объекты недвижимости у нас на семи страницах, в котором прописаны абсолютно все права и положения, и обязанности, и дата окончания строительства, и штрафные санкции. И уже, собственно говоря, туда же вносится график оплаты, фиксируется цена, которая не подлежит изменениям. А я напоминаю, что на строящиеся объекты недвижимости у любой строительной компании запланировано как минимум три повышения цены. Есть цены начального этапа, которые самые выгодные для покупателя и самые невыгодные для строительной компании. Есть цены с первым повышением, когда уже, собственно говоря, начинается строительство объекта. Еще одно повышение делают, когда уже полностью возведен каркас и переходит к внутренней отделке. И финальное повышение делают, когда комплекс уже полностью закончен и задан в эксплуатацию, если, конечно, остаются квартиры вообще в этом комплексе. Смотрите, вот этот договор, он мне присылается в письменном виде с печатями, с подписями уже или как? Совершенно верно, мы заключаем договор, в котором все прописали после этого, кстати, банковский счет, на который отправляются деньги, также прописывается в договоре, после этого договор отправляется вам, вы его читаете, утверждаете, да, то есть если... Утверждаю, это значит подписываю, отправляю вам? Вы утверждаете, это значит читаете, смотрите, все ли понятно, есть ли какие-то вопросы, которые, да, на которые мы можем вам ответить, объяснить, потому что пунктов много и вопросы могут быть. После этого, когда все утверждено, все понятно, обговорено, мы этот контракт подписываем со своей стороны и со стороны строительной компании и отправляем по скану вам, то есть вы уже по скану потом точно так же этот договор распечатываете и ставите свою подпись. С оригиналами договоров мы уже действуем по договоренности с покупателем, кто-то просит оригинала отправить по почте, кто-то говорит, нет, мне достаточно скана, пускай оригиналы лежат у вас, здесь такой вот как бы пункт, который уже утверждается индивидуально. Смотрите, очень важный момент, он практически, он просто во всех странах очень разный, связанный с некими доверенностями и вот кому и что я доверяю и как я должен подчеркнуть эту, утвердить эту доверенность. А мы сейчас о доверенности пока не говорили, да, то есть на самом деле заключение договора, когда идет выбор объекта недвижимости, он никакую доверенность не предполагает, да, то есть вы никому ничего не доверяете. Далее, если, например, по какой-то причине вы вообще не хотите приезжать в Турцию, то мы можем предложить вам оставить доверенность, оформить доверенность, сейчас подробно расскажу, что не каждая доверенность здесь в Турции в кадастровой палате принимается, вы можете на представителе нашей компании оставить доверенность на оформление объекта недвижимости на ваше имя, то есть по этой доверенности мы сможем только оформлять на вас объекты недвижимости. Есть доверенность на продажу, вот это вот очень серьезная доверенность, И мы всегда всем клиентам советуем подумать, оставлять эту доверенность на кого-то или не оставлять, потому что по этой доверенности действительно человек может пойти и продать объект недвижимости. Но на оформление оставляется совсем другая доверенность. То есть по этой доверенности, кроме как оформить на вас квартиру, получить технический паспорт и оформить счетчики на свет и воду, то есть как бы ничего сделать нельзя. Поэтому эти доверенности абсолютно безопасные. Оформление этой доверенности это я и в случае, если я в России, российский нотариус или кто-то еще для этого нужен? Или даже он не нужен? Да, ни в коем случае о доверенности, которые делаются в российских нотариусах, в украинских нотариусах, казахских нотариусах, кадастровая палата не принимает. Кадастровая палата, которая проводит сделки купли-продажи, это, кстати, единственное учреждение, которое может проводить сделки купли-продажи и любые другие операции с недвижимостью, принимает только доверенности, которые сделаны по турецкому образцу в консульстве Турецкой Республики. То есть мне надо в Петербурге прийти в консульство и заполнить выберу доверенности. Вам нужно будет сначала при нашей помощи найти присяжного переводчика, то есть мы со всеми присяжными переводчиками во всех консульствах работаем и, собственно говоря, в Санкт-Петербурге и в Москве и в Казани у нас везде есть присяжные переводчики. Вы с этим присяжным переводчиком созваниваетесь, присяжный переводчик берет для вас дату рандеву в консульстве, мы отправляем образец доверенности, присяжный переводчик попросит у вас скан паспорта, фотографии и так далее. Ну, то есть там очень несложно все. После этого вы вместе с присяжным переводчиком идете в консульство, там делаете доверенность, отправлять ее никуда не нужно, потому что в Турции единая система. В момент, когда вы оформили доверенность в турецком консульстве, через 15 минут мы идем в любой нотариус и автоматически получаем вашу доверенность. Отлично. И тогда вопрос все-таки самый болезненный, это перевод денег. Кому я их перевожу и как мне эмоционально убедить себя в том, что я перевел деньги не на деревню дедушки и их не сопрут через 2 минуты. Как я и говорила, да, то есть обязательно в контракте прописываются банковские реквизиты, на которые вы и будете оформлять денежные средства, да, то есть отправлять, прошу прощения, денежные средства. То есть это официально прописано в контракте. К слову, ваш контракт также будет являться основанием для перевода денежных платежей. Некоторые банки, если сумма достаточно большая, попросят у вас основание, да, то есть по которому вы совершаете этот перевод, и тут вы показываете контракт, никаких проблем не возникает. Некоторые наши клиенты, например, наоборот, просят, чтобы та же самая сумма залога, например, была отправлена на кого-то из нашей компании, да, тут говорят, мы застройщика не знаем, вам доверяем, пожалуйста, можно мы вот залог отправим на ваш счет банковский. Я на это тоже как бы соглашаюсь, предоставляю свой банковский счет, мне отправляют залоги, мы передаем их в строительную компанию и обязательно, обязательно покупателю отправляем скан квитанции, который называется Макбус и который является официальным подтверждением того, что вы произвели оплату за ваш объект недвижимости. То есть все в этой квитанции прописывается, что такое-то, такое-то, такого-то числа, такую-то сумму, за такую-то, такую-то квартиру в качестве залога депозита, например, произвел оплату. На этой квитанции также ставятся подписи и печати, и они имеют силу во всех судебных инстанциях. Ну, сколько работаем, слава богу, у нас, конечно, ни до каких судебных инстанций не доходит, потому что мы, в принципе, да, очень тщательно относимся к выбору партнеров строительных компаний, и работаем только с крупными строительными компаниями, которые годами работают на рынке, в которых мы уверены точно так же, как в себе. Окей, смотрите, Юль, на самом деле уже, по-первых, появилось несколько вопросов, на которые хотелось бы ответить, и перекидывая, может быть, мостик к этим вопросам и к тем объектам, о которых мы сегодня с вами отдельно поговорим, хотел бы спросить вот о чем. Ну, понятное дело, собственно, запреты на перелеты только появились, и запреты только из России, и сами турки последний год еще более активно и более активно покупают на море, чем это делали несколько лет назад, статистика турецкая здесь довольно исчерпывающая всю эту информацию показывает, но это мы говорим про продажу. А вот когда мы говорим про аренду, как ни крути, аренда – это то, чтобы люди приехали, позже оставили деньги. Вот, предположим, ну, прошлый год, именно это же время, а оно прошло для многих впустую, что происходит сейчас, и что мне нужно делать, если мой объект, в общем, сдавался в аренду, и тут бац, один, второй, третий постоялец в мае просто отказался, потому что они из России приехать не смогли. Что мне нужно делать, если у меня такой же объект есть? Что-то рекомендуется? Мы очень активно сейчас, да, работаем с букингом, потому что букингом пользуются, ну, не только граждане России, но и граждане других стран, но, конечно, безусловно, да, отмена брони на аренду, они у нас были, да, то есть люди просто не смогли приехать. Кто-то, например, да, ну, испугался и сказал, что, пожалуйста, отправьте наши деньги, мы вот еще пока в Арабские Эмираты успеваем туда, хоть поедем за солнышком, отдохнем. Поэтому, конечно, все залоги обязательно, которые просили, мы вернули. И арендаторов, безусловно, их сейчас меньше, то есть это правда, тут как бы не стоит говорить о том, что нет, все хорошо, все квартиры заполнены, потому что, как бы, ну, это не соответствует действительности. Но в последнее время, то есть мы часто получаем запросы среди тех, кто задержался в Турции и уже находится здесь, кто не спешит, например, уезжать, обратно возвращаться и говорят, что, то есть они останутся, поэтому запросы есть, их просто немножко меньше, но, тем не менее, они поступают. Окей, тогда давайте такой момент. Вот, предположим, я сейчас рассматриваю какой-то жилой комплекс и хочу понимать, что у этого комплекса есть хорошие арендные перспективы. Может быть, я сам туда приеду, но приеду или нет, это вопрос второй, как вот не хочу через Стамбул, хочу только напрямую, дай бог, 1 июня откроют, но готов заложиться на то, что и некий риск есть. Вот какой объект вы бы считали сейчас оптимальным, вот купить относительно быстро, чтобы в такой ситуации, как сейчас, иметь наилучшие шансы для сдачи его в аренду? Конечно, я всегда советую, да, то есть рассматривать объекты недвижимости, которые находятся недалеко от моря, которые обладают большой закрытой территорией, да, то есть мы называем такие комплексы, комплексы между инфраструктурой отеля, потому что, безусловно, это очень удобно. У нас все-таки, вот, по крайней мере, в нашей компании 85% запросов на аренду – это семьи с детьми, потому что Турция и Алания, в первую очередь, это пляжный отдых, да, отдых на море, то есть люди везут детей на море. Поэтому, если ваши квартиры находятся в комплексе с большой закрытой территорией, развитой инфраструктурой, на которой, чем есть заняться, где есть заняться, да, чем деткам, то, безусловно, ваш объект будет, конечно, немножечко в приоритете, чем, например, проекты точечной застройки, где просто дом и один открытый бассейн. Поэтому я советовала бы вам рассмотреть вот именно такие проекты. Они, кстати, есть в нашей презентации, мы, когда будем с вами эту презентацию показывать, я обязательно на них акцентирую внимание наших гостей и слушателей. Если пробежаться по всем районам Алании, от Авсалара до Кыргаджака, можно ли сказать, что, например, более хорошие арендные перспективы, например, в Авсаларе или в Махмутлане или в центре города? Ну, всегда, конечно, как и везде, центр Алании, есть центр Алании, квартиры в центре всегда заполняются в первую очередь, потому что здесь разрекламированный красивый пляж Клеопатры, который нравится людям. Одновременно с этим хорошо сдаются и хорошо заполняются объекты недвижимости в Авсаларе, именно потому что там находятся комплексы, вот как я и рассказывала, с большой, огромной территорией, инфраструктурой отеля. И также я всегда обращаю внимание, что Авсалар – это единственный район, который предлагает песчаные пляжи с мелким, пологим входом в воду. То есть если у вас маленькие дети, то, конечно, в этом районе вам будет комфортнее отдыхать, вот именно из-за пляжа. Одновременно с этим хорошо сдаются и район Оба, и Тосмур, ну и, конечно же, район Махмутла, потому что район новый, красивые дома, хорошие комплексы, отличная социальная инфраструктура, набережная. Сейчас уже я вспоминаю Махмутлар, который был 12 лет назад, когда пальнички были совсем маленькие, и набережная так вот очень печально выглядела. Сейчас, конечно, уже и вся зелень разрослась, и совсем другое вообще дело. То есть я вот тот Махмутлар, который я увидела 12 лет назад, и тот Махмутлар, который сейчас – это прям вот два совершенно разных района. Окей. Один вопрос сейчас будет от Екатерины, на который сначала отвечу я, потом ответите вы. Значит, просто вопрос следующий. Ознакомились с предложениями на квартиры на сайте Приана, и не совсем понятен механизм формирования цены. В одном и том же районе примерно похожий метраж, мебелировка, ремонт, то есть базовые параметры кажутся очень-очень одинаковыми. Цена может иметь сильный разброс. Почему такая разница? Ну, общей причиной, я думаю, Юля, наверное, вы скажете. Я просто от себя могу сказать, что мы, в данном случае, как агрегатор, представляем предложения от разных компаний. Часто, если цена сильно занижена, мы дополнительно проверяем, нет ли здесь каких-то рисков, потому что бывает, и это связано не только с Турцией, связано в Болгарии таких примеров много, совсем-совсем какой-то дешевый вариант может быть, условно говоря, вот это нехорошее русское слово, замануха, да, то есть как бы вы обращаетесь, звоните, и вам тут же говорят, о, ребята, такого объекта нет, но есть такой же, не хуже. Ну, такой же, но чуть-чуть дороже, да. Чуть-чуть дороже. Это вам еще повезет, Филипп, если вы позвоните, и вам до того, как вы приехали, скажут, что этого объекта нет. Нет, у нас постоянно мы сталкиваемся с тем, что нам отправляют объявление, говорят, вот, а вот здесь вот есть эта квартира, а она была продана два месяца назад. Я открываю свой сайт, нахожу ее в проданных, отправляю, говорю, вот, у нас есть эта квартира, она в проданных, ее продали. Поэтому если вам, когда вы позвоните, скажут, что этот объект недвижимости продан, это еще можно сказать, что вам повезло, потому что часто делают так, что человек приезжает, говорит, вчера взяли залог, или прям вот минуту назад взяли залог. Ну, понятно, да, если, понятно. Еще один момент хочу сказать, но, тем не менее, если вы видите два одинаковых объекта, примерно, там, примерно одинаковое расстояние от моря, и разница в цене между ними, там, ну, 5, 10, 15 процентов, я думаю, что это как раз вполне нормальный, и причин может быть очень-очень много разных, начиная от срока окончания строительства, вот, аппетитов застройщика, что с аппетитами застройщика, вот, бывает такое, есть качество, вот, которое сильно, можно так сильно определять цену? Ну, смотрите, конечно, безусловно, да, то есть, во-первых, я сначала отвечу, наверное, давайте на вопрос, что может влиять, то есть, часто бывает такое, вот, у нас тоже есть в одном и том же комплексе, допустим, если мы будем говорить о вторичных объектах недвижимости, одна квартира может стоить 100 тысяч евро, другая квартира может стоить 120 или 130 тысяч евро, потому что у них разные собственники, один собственник мог купить этот объект недвижимости на нулевом этапе строительства, и он мог купить, например, у этого застройщика 3 квартиры на нулевом этапе, да еще и за наличную оплату, ему, естественно, там, строительная компания предоставила определенные условия, определенные скидки, то есть, поэтому он изначально купил дешевле, а кто-то мог купить уже, да, после завершения строительства, когда цена изменилась на 30 процентов, поэтому разница в цене даже на один и тот же, я не говорю, там, на похожие дома, там, то, что они, кажется, да, что по всем характеристикам они одинаковые, а могут быть далеко не одинаковые, да, то есть, даже в одном комплексе на одну и ту же планировку могут быть разные цены, и это может быть, вот, как я и рассказала, объяснено тем, что один купил в один промежуток времени по одной цене, другой купил совсем в другой промежуток времени по другой цене, и цену устанавливает собственник, мы прийти к собственнику и сказать, а Петр Иванович, вот, а Сергей Михайлович продает за 100 тысяч евро, продавай-ка ты тоже за 100 тысяч евро свою квартиру, мы, естественно, не можем, то есть, он собственник, он хозяин, если он оценивает свой объект недвижимости, да, то есть, вот, в такую сумму, то мы ничего, мы никак повлиять на эту ситуацию не можем, это его решение. Понятно, а если новостройка и, например, два разных этажа, там, третий и седьмой? Конечно, тоже будет разница в цене, в Турции чем выше этаж, тем выше, собственно говоря, стоимость, и вообще огромное количество факторов влияет на формирование цены, именно поэтому в Турции не выделяют стоимость за квадратный метр, здесь нет такого, если, допустим, вы звоните в агентство по недвижимости и спрашиваете цену за квадратный метр, и если вам риэлтор начинает рассказывать, какая цена за квадратный метр, с этим риэлтором можете не общаться, то есть, как бы этот риэлтор не знает ничего, я могу это совершенно смело сказать, потому что грамотный риэлтор вам обязательно скажет, что в Турции неправильно выделять стоимость за квадратный метр, здесь этого не делают, потому что на один и тот же объект недвижимости, вот есть квартира на первом этаже, она там стоит 50 тысяч евро, есть квартира на 10 этаже, такая же квартира, такая же квадратура, все точно такое же, она может стоить уже 80 тысяч евро, ну и как здесь выделишь стоимость за квадратный метр, более того, не будем забывать, что объекты недвижимости в Турции сдаются с полной чистовой отделкой, то есть ее тоже заложить в стоимость квадратного метра, ну просто не предоставляется возможным, потому что совершенно разная может быть отделка, может быть очень дорогая люксовая отделка, может быть более простая, да, там эконом-бизнес-класс отделка, на цену влияет даже сторона света, то есть квартиры, которые, например, ориентированы на западную сторону, будут чуть-чуть дороже, чем квартиры, которые ориентированы на восточную сторону, поэтому огромное количество, да, то есть, как я и говорю, пунктов, которые влияют на формирование цены, поэтому здесь как бы нужно просто общаться с риэлтором, да, то есть задавать вопрос, и вам обязательно расскажут, почему, собственно говоря, разница в цене. Возвращаясь ко второму вопросу о строительных компаниях, безусловно, как и везде, абсолютно, не только в Турции, это, мне кажется, вообще во всем мире, есть крупные строительные компании, которые годами работают, у которых есть определенное имя, конечно, их объекты будут чуть дороже, но тут уже, я говорю, вы вольны сами выбирать, это же точно так же, да, то есть, кто-то на Porsche ездит, кто-то Volkswagen, да, предпочитает, это же не только в недвижимости, это во всем так. Окей, интересный очень вопрос от Марины, возможно ли найти новые комплексы, новые комплексы, в пешей доступности от Средиземного моря без бассейна? Не хочется нести расходы на содержание бассейна, которым мы не пользуемся? Ну, сейчас на самом деле, скорее нет, чем да, потому что, опять-таки, вот я сейчас вот смотрю, вот практически все проекты, которые идут именно рядом с морем, они все идут, все делают бассейны, да, то есть, сейчас стараются, причем не только открытый бассейн, но и крытый бассейн обязательно делать, потому что это действительно удобно и комфортно, и поверьте, это не такие большие затраты, как может показаться, вот. Вот, если говорить о домах, которые, например, ориентированы на, больше на турецкий рынок, они будут чуть отдалены от моря, верхние обе, например, то там есть, да, комплексы, которые просто-просто дом, без бассейна, без всего, новые, но они будут чуть-чуть подальше от моря, где-то 800 метров, километр, полтора, два километра, вот на таком расстоянии. То есть, опять-таки, все относительно для кого-то и километра от моря, это рядом. Угу, 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 Понял. Скажите, а тогда такой вопрос, вот в продолжении этого тоже сейчас увидел, он пришел, нас правильно ведет трансляция в Фейсбук, и оттуда тоже некоторые вопросы поступают. Вопрос такой, вот простейший комплекс, вот в котором есть один бассейн, вот минимум, у него айдат какой будет, ну, насколько... 150 лир примерно, все, конечно, зависит от количества квартир, да, то есть, есть же маленькие домики-бутик типа, да, в которых там всего может быть 16 квартир, например, тогда, конечно, у них стоимость айдата будет немножко выше. А если это дом, да, девятиэтажный, в котором, ну, не знаю, например, 50 квартир, то не больше 150-200 лир будет стоимость ежемесячного обслуживания для комплекса, в котором есть бассейн, в котором будет смотритель, который постоянно, да, то есть на связи и занимается, собственно говоря, да, то есть благоустройством комплекса, как правило, небольшой фитнес и сауна. То есть вот от полутора до двух тысяч рублей в, собственно говоря, месяц. Я считаю, что за ТСЖ в России мы оплачиваем гораздо больше, вообще непонятно просто, куда идут эти деньги. У нас холодно, а у вас тепло. Тогда в Турции там тепло, конец атака. Нет, нет, на самом деле, опять-таки, да, вот мы же с вами обсуждали уже про отопление, что сейчас даже если отапливаться в Турции кондиционерами, это все равно, если их вообще не выключать, это все равно выходит дешевле, чем платить за отопление в России. Поэтому здесь как бы невысокое. Одно из преимуществ Турции, почему Турция привлекает такое огромное количество инвесторов, это действительно низкое содержание недвижимости и низкое содержание жилья. Окей, давайте поступим так. Вот перейдем постепенно к тем проектам, о которых вы бы хотели сегодня рассказать. Причем, когда мы просто договорились, мы с Юлией, что отдельно будем оценивать их с точки зрения проживания с семьей и отдельно с точки зрения перспектив сдачи в аренду. То есть, что оценят, что не оценят. Ну, и давайте после этого, Екатерина, обязательно на ваш вопрос ответим про то, как формулируется оплата ЖКХ и что в нее входит. Так, показываю конкретные примеры. Это не примеры, это компания Profit Real Estate. Вот они, примеры. Сейчас я их открою, прям с первого и начну. Да. Вот, пожалуйста. Итак, у нас Мохмутла. Тоже, ну, Юля, вы, наверное, об этом скажете. Вот ID номер, это номер ID на сайте компании Profit Real Estate. Совершенно верно, совершенно верно. У нас очень удобный сайт Profit Real Estate.ru с большим количеством предложений в различных регионах. Мы говорим об Алании, потому что сами находимся в Алании и любим этот город всей душой. Но одновременно с этим у нас большое количество предложений и по Анталии, и по Стамбулу. То есть, если кому-то из наших слушателей интересны именно эти регионы, то обязательно переходите, заходите на наш сайт и выбирайте регион, который вас интересует. На слайдах указан номер ID с левой стороны в поисковике на нашем сайте. Если вы этот номер ID наберете, сразу получите подробную информацию с большим количеством фотографий и 3D-фотографий именно этого объекта недвижимости. Поэтому, если какой-то ID вас заинтересовало, обязательно фиксируйте и, собственно говоря, ищите на нашем сайте, оставляйте заявку. Наши менеджеры с вами в самые кратчайшие сроки свяжутся. Это вот у нас, кстати, после предыдущего вебинара один клиент прям вот позвонил и наш объект недвижимости Козе приобрел. Вот, поэтому как бы... Да, это действительно очень приятно. Итак, рассказываю, просто еще хотели, да, то есть, я вот с этого проекта именно хочу начать. Этот проект будет сдан вот уже совсем скоро. То есть, не нужно ждать год, не нужно ждать 2-3, да, то есть, до момента окончания строительства, а уже в бархатный сезон, приехать и начать отдыхать в этом замечательном проекте, который находится в Махмутларе, в 400 метрах от моря. Приятная очень ценовая политика, да, 51 тысяча евро на квартиры планировки 1 плюс 1. И здесь, кстати, я всегда обращаю внимание, этот проект предлагает 2 плюс 1 с отдельной кухней. Те люди, для которых это важно, кто хочет именно отдельную кухню, обязательно на этот проект должны обратить внимание. Для сдачи в аренду хороший вариант, да, то есть, потому что, как я и сказала, во-первых, новый проект, во-вторых, есть инфраструктура, в-третьих, находится недалеко от моря. И, кстати, здесь, возможно, беспроцентная рассрочка. У нас написано до конца года, но вот крайним нашим клиентам строительная компания на 12 месяцев предоставила беспроцентную рассрочку. Юля, я хочу уточнить. Вот смотрите, мы и дальше вот будем, ну, там сейчас смотреть некоторые слайды. Вот смотрю на слайд. Написано, бассейн, саун, на тренажерный зал. Ну, лифт, понятно, высокий дом, без лифта никак. Бесятая детская площадка. Но вот как мне кажется, вы же, по сути, все проекты такие выбираете, в которых есть бассейн, саун, на тренажерный зал, бесятая детская площадка. Как человеку тогда понять? Видите, бассейны бывают разные, да? Детские площадки тоже бывают разные по объему. Вот такие вещи заранее как-то понять можно? Там будет две качельки или там будет, не знаю, знаете, там стадион? Очень хороший вопрос. Я на него сейчас отвечу. И я думаю, что это будет интересно всем, кто нас слушает. Дело в том, что когда вы покупаете строящийся объект недвижимости, есть 3D-фотографии. И в Турции проекты на момент завершения строительства на 98% должны соответствовать заявленным 3D-фотографиям. То есть, вы выбирая проект, собственно говоря, вы видите, какой будет бассейн открытый, внутренний, какая будет детская площадка, какая будет зона ресепшена. Все это отражено в 3D-фотографиях. То есть, покупая проект, вы не покупаете кота в мешке. То есть, видно, как все это будет. То есть, это будет совсем маленькая. Я могу вас спросить, вот, например, вот конкретный проект. Ну, может быть, не сейчас вы прямо ответите, но покупатели, если он к вам обратится. Вот вы скажете, вот здесь будет, условно говоря, там бассейн 300 квадратов площадь взрослой и там маленькие детские там лягушатки. Конечно, эта информация есть для каждого проекта. Для каждого. Для каждого. Она утверждена в муниципалитете, конечно. Нет, просто я предсталкивался с ситуацией не в Турции, а в России. Ну, как бы говорят, будет озеленение. А какое оно будет, там, будет елка и туя. Ну, вот одна елка там. Здесь, смотрите, то есть, опять-таки, те строительные компании, с которыми мы работаем, они, конечно, да, то есть, вот как предоставили 3D-фотографии, вот точно в таком же виде все это издано. Я говорю, вот, например, некоторые проекты мы показываем, отправляем живые уже фотографии, а нам клиенты пишут, что вы нам 3D-картинки шлете, пришлите живые фотографии, мы говорим, это живые фотографии, что вы мне рассказываете? Слушайте, а такой еще тогда момент, вот в тот момент, когда этот комплекс сдан, означает ли это, что вся инфраструктура у него должна быть уже готова, или может быть только дом быть сдан, а бассейн мы еще закончим? Может быть, может быть такое, что комплекс сдан, например, да, то есть все в квартирах уже закончено, сдано, вы можете приезжать и уже как бы проживать, благоустраивать свою квартиру, а инфраструктуру чуть-чуть могут, допустим, доделывать, там какие-то небольшие работы могут идти, причем не всегда, я вот сразу тоже хочу обратить внимание, что когда сдается объект, не всегда инфраструктура прям вот хоп и сразу начала работать, да, то есть всегда может немножко пройти времени до момента создания управляющей компании обязательно, и уже потом начинается запуск инфраструктуры, то есть как правило от месяца до трех может, собственно говоря, быть вот этот промежуток времени, но опять-таки крупные надежные застройщики всегда стараются сдать все одновременно, да, чтобы люди уже, то есть как бы это же их визитная карточка, поэтому естественно они стараются, чтобы все это сразу начало функционировать, но может быть и такое, что есть вот этот промежуток времени, когда, собственно говоря, ждут до начала запуска инфраструктуры. Окей, смотрите, идем дальше, значит, проект Мухмутлари, а, это он же, нет, это другой. Это другой проект, проект нашего собственного строительства, который тоже находится в Мухмутлари, мы, конечно, в основном этот проект, он чуть-чуть немножечко подальше от моря, у нас получается 800 метров, ну, очень красивое тихое место, у нас, конечно, в этом проекте большинство купили квартиры либо для себя, либо с целью перепродажи, как, например, вот вы видите сейчас, то есть квартиры в нашем проекте уже, мне кажется, больше года назад все были проданы от строительной компании, и сейчас на рынок вышли инвесторы, которые в нулевой этап строительства вложились, и сейчас вот предлагают к перепродаже квартиры в уже готовом комплексе, который буквально через две недели сдастся в эксплуатацию. Вот, кстати, обратите внимание, тут вот не очень хорошо видно, но все равно вот можно получить представление, вот верхняя фотография это 3D, а нижняя, просто там по цветам сейчас не очень понятно, ну, насколько, да, то есть схожи проекты, что они вот на 98% соответствуют заявленным фотографиям. Окей, смотрим дальше, мы опять же в Махмутларе. Да, небольшой, вот помните, я рассказывала, что могут быть высокоэтажные объекты, а могут быть вот такие вот бутик, небольшие уютные проекты, опять-таки, да, то есть не всем клиентам нравится большое количество блоков, большое количество квартир, не всем нравится высокоэтажная постройка, очень многие наши клиенты просят малоэтажную постройку, и вот такие вот уютные комплексы, бутик типы, но несмотря на это, в этом проекте также абсолютно вся инфраструктура есть, и открытый бассейн, и крытый бассейн, и даже горочка небольшая, и очень приятная ценовая политика от 52-500 евро, проект сдается уже вот прям буквально тоже через месяц, в июне уже можно будет в квартирах проживать и наслаждаться Средиземным морем или сдавать опять-таки в аренду. Гипотетический вопрос, предположим, такой же проект строительство его завершалось не сейчас, а через полтора года. Какая была бы цена? Не 52, а сколько гипотетически? Через полтора года? Ну да, то есть не в конце этого, а в конце 2022-го. В конце 2022-го, но сейчас, в принципе, вот на такие проекты цена где-то от 47 тысяч евро начинается, 47-50 тысяч евро, то есть сейчас цена не будет сильно отличаться. Разница в один год в данном случае не является такой уж сильной определяющей в цене. Нет-нет-нет, наоборот, Филипп, смотрите, то есть как бы вот этот проект, когда начинался, то есть полтора года назад, у него минимальная цена была там порядка где-то, мне кажется, 40 с чем-то, 42-41, а сейчас, вот когда проекты начинаются подобного уровня, ценник уже выше, да, то есть он уже от 47-50 тысяч евро, и они когда будут завершены, то есть цена будет как минимум 65. Окей. Мой любимый проект, вот как раз я его всем советую, кто и планирует приезжать на ПМЖ, и тем, кто планирует инвестицию с целью длительной аренды. Аренда может быть краткосрочная, может быть длительная аренда, это тоже очень интересно и очень здорово, у нас есть клиенты, которые покупают квартиру именно с целью длительной аренды, потому что сейчас мы получаем все больше запросов, да, то есть именно на долгосрочную аренду, потому что все больше людей переходит на удаленную работу, да, и естественно удаленной работой гораздо приятнее заниматься, например, с Аланией, да, с Турции, где замечательная погода, Средиземное море, хороший климат. Так вот, этот проект находится в престижном районе Ова, и здесь, посмотрите, огромная территория, и, конечно, да, то есть полностью развитая инфраструктура, и открытые бассейны, крытые бассейны, теннисные корты, крытая парковка, ну вот все, словом, что есть в пятизвездочном отеле, для этого проекта характерно. И длительная беспроцентная рассрочка до сентября 2023 года. Здесь будет и повышение цены, когда объект закончится и сдастся в эксплуатацию, и здесь как минимум, да, если, например, 1 плюс 1 вы будете сдавать в длительную аренду, это ценник 350 евро в месяц, это минимальный ценник для проектов такого уровня типа, на 2 плюс 1 500 евро в месяц, да, то есть дешевле сейчас в комплексах подобного уровня апартаменты на длительную аренду не найти. Смотрите, 500 метров до моря, совершенно, ну, очевидно, что наименьшее... 1000 метров до моря, 500 метров до центра, здесь тысяча. Очевидно, что наименьшая цена, это к наименьшей площади. 1 плюс 1, это да, совершенно верно. 1 плюс 1, 58 тысяч строительства, закончились в 2023 году. Отматываю назад, в сентябре. 1 плюс 1, площадь больше. Да, расстояние до пляжа ближе, а цена на 6000 меньше. Потому что это Махмутлар, а там Оба. Притом, что Оба, это все равно, это, конечно, центр, но это все равно не совсем-совсем уж центр. Ну, сейчас центр Алании, вот именно Алании, он вообще весь потихонечку-потихонечку смещается в сторону района Оба. Да, в принципе, больница там вообще. То есть они сейчас, да-да-да, они сейчас оставят исторический центр, вот где полуостров, собственно говоря, и вот эта вот старая часть, а весь центр города туда смещается. И государственная больница там, и лучшие частные школы там, и муниципалитет туда переезжает. Поэтому, в принципе, это очень перспективный район. Окей, хорошо. Тогда разница в цене понятна. А вот и меньше 50 тысяч евро. Вау! Да, это район Авсаллар, который сейчас пользуется огромной популярностью. У проекта очень классная локация. То есть, ну, в Авсалларе вообще немножечко все объекты недвижимости отдалены от моря, да, то есть здесь, грубо говоря, 600 метров до моря. Для Авсаллара это, пожалуй, наверное, минимальная вообще приближенность к морю, которая может быть, потому что многие из вас знают, кто не знает. Сейчас расскажу, что все-таки, конечно, вся первая, вторая линия в Авсалларе это отели. Вот, поэтому здесь, естественно, если мы говорим о комплексах, они будут немножечко отдалены от моря. И, вот вы знаете, на самом деле этот проект стартовал с ценника 42 тысячи 500 евро, но буквально за неделю все вот эти вот недорогие квартиры были распроданы. То есть, студии или там 1 плюс 1? Нет, 1 плюс 1 это. Это 1 плюс 1 студии сейчас вообще не строят, они как бы запрещены сейчас. Минимальная планировка это 1 плюс 1. То есть, в студии сейчас их уже не будет, они только... Еще один вопрос. Описывая достоинства всех комплексов, вы только про этот в своем описании сказали такую замечательную вещь, как генератор на территории. Это какая-то редкость и в чем еще кайф того, что у меня генератор на территории? Или это просто... Ну, это просто, наверное, то есть, скопировали, написали об этом. А, ничего особенного нет, они есть везде. Это не главное достоинство этого комплекса. Не знаю, как он попал к нам сюда в презентатор. Он там есть. Он там... Генераторы есть во всех комплексах, о которых я рассказывала, конечно. Но почему-то вот в этом комплексе мы его решили. Ну, я так. Слушайте, по вашим ощущениям, вот представим себе, пройдем 600 метров будет море, пройдем 300 метров будет гостиница, в Саларе их много. Вот будет точно такая же гостиница, просто это будет гостиница, это жилой комплекс, вот по тому, как вы описали, по тому, что мы видим на картинке. Ну... Вот это большой, вот бассейн, вот хамам. Ну, то есть, вот гигантский пятизвездочный именно так. Совершенно верно. То есть, я говорю, есть комплексы, которые даже не уступают отелям, а некоторые отели, апарт-отели и превосходят даже по своей, собственно говоря, инфраструктуре. То есть, это большой, огромный плавательный бассейн, шезлонгами, с горками. Это спа-центр безумно красивый, да, то есть, даже вы точно так же можете дополнительно заказать, например, массаж прям к вам в комплекс, в спа-центр, который есть в комплексе, придет массажист, и, то есть, как в отеле, собственно говоря, все будет прекрасно. Так, смотрим дальше. Еще один проект в Саларе. Вот здесь, обращая внимание, посмотрите, какой интересный ценовой диапазон. 41 500 евро. Это квартиры, планировки 1 плюс 1. Пусть вас не пугает расстояние 2000 метров на море, потому что в этом комплексе предусмотрен сервис на пляж 3 раза в день. Прекрасно. Ну вот, как аренду вы предполагаете, что людей это заинтересует, если далеко до моря? Смотрите, здесь такой, как бы, момент. Так как есть сервис, конечно, то есть, это упрощает. Но, безусловно, да, то есть, вопрос, то есть, этот проект в первую очередь на аренду, конечно, арендаторы не выберут, да, то есть, ну, потому что, опять-таки, расстояние, то есть, 2000 метров от моря, то есть, как бы, здесь нужно будет действительно этот проект предложить, рассказать потенциальным арендаторам, что здесь сервис, что, кстати, просто люди же некоторые не знают, да, то есть, они видят описание 2000 метров до моря и, конечно, да, то есть, ну, как бы, пролистывают. А когда ты начинаешь с людьми, с арендаторами, мы же тоже общаемся обязательно с ними, со всеми, и мы рассказываем, что здесь будет сервис до моря, здесь наверняка на аренду будет более приятный ценник, чем, например, в объектах. То есть, он будет дешевле для арендатора. То есть, надо понимать, причем, исключительно, вот этот момент, связанный с удаленностью, он здесь тоже сыграет свою роль. Да, конечно. Окей. Так, смотрим дальше. У нас осталось, как например, два объекта. Да, вот проект, который сейчас пользуется, просто вечной популярностью у инвесторов, да, то есть, которые вкладываются и для перепродажи, и для себя, и для последующей сдачи в аренду. Ну, прям, не побоюсь этого слова, каждый день у нас заключаются контракты на этот проект. Фу, тут вы уж так не сглазите. Вот. И здесь самое главное, да, то есть, это месторасположение. Во-первых, это район Махмутлар. Во-вторых, это, ну, действительно большой участок земли, 6000 квадратных метров, и напротив этого комплекса строятся два-три самых элитных проекта Махмутлара. И в будущем вот эта вот часть в Махмутларе, она действительно будет очень, как бы, ну, она сейчас классная, а будет, то есть, после того, как комплексы завершатся в эксплуатацию, то есть, еще больше ее ценность возрастет, да. То есть, мы все знаем, что в объекте недвижимости, самое главное, это три момента месторасположения, месторасположение, еще раз месторасположение. Вот здесь, вот я говорю, локация просто продает саму себя. Плюс всего два блока, большой участок земли, длительная беспроцентная рассрочка и хороший ценовой диапазон. Окей. И тогда заключительный объект, о котором мы сегодня говорим. Вот, вы нам его показывали. Как, кстати, у него обстоят дела? У него дела обстоят хорошо. Вы видите снова, что ценник уже изменился. Не за 46, не за 47 тысяч евро квартир уже нет. Сейчас минимальная цена 49 тысяч евро. И очень хорошая строительная компания с гибкими условиями, да, то есть, которые идут на индивидуальные планы оплаты. И, собственно говоря, здесь тоже очень классная локация в Махмутлари, рядышком с морем и недалеко от субботнего рынка. У нас очень многие клиенты, да, то есть, рассматривая недвижимость в Махмутлари, хотят, чтобы рядышком был или субботний рынок, или вторничный. Так вот, в предыдущем объекте рукой подать до вторничного рынка, а вот этот объект недвижимости находится на расстоянии 500 метров от субботнего рынка. А если вы хотите в четверг, ну тогда выбирайте что-то усилить. Тогда выбирайте ТОСМР, будете моими соседями, потому что в ТОСМРе живу я, и у нас... А, это рынок по четвергам, судя. Кстати, смотрите, вот так, вопрос какой-то был. А, вот, вы сказали про этот объект, и процент 49 тысяч, а была 46. Он просто на 3 тысячи подешевели, подражали самые дешевые квартиры, вот за два месяца, или... ...самые дешевые уже выкуплены. Да, да. Самые дешевых уже не осталось, да, то есть их приобрели, и поэтому осталась минимальная цена 49. Повышения цены не было. Окей. Так, ну давайте тогда пару вопросов еще буквально, которые к нам вот пришли. Все-таки как формируется оплата ЖКХ, и что в нее входит? Айдат, это стоимость ежемесячного обслуживания, которые оплачивают обязательно, да, собственно говоря, все собственники объектов недвижимости, что туда входит. В эту стоимость входит инфраструктура, которой вы пользуетесь, и которая есть в вашем комплексе. В эту же стоимость входит освещение на территории комплекса и в подъездах, пользование лифтом. Зарплата туда же, из этих же денег оплачивается зарплата управляющего, да, то есть вот этого КПГ-смотрителя, который проживает на территории комплекса, и который, собственно говоря, за комплексом и следит, и занимается этим комплексом. Освещение сказала, инфраструктуру сказала, КПГ-смотрителя сказала, ну вот, пожалуй, вот это и все. Окей. Юль, ну и тогда заключительный вопрос, перед тем, как мы уже будем прощаться до следующей встречи, он связан вот с чем. Понятно, что после того, как Турция разрешила получать вид на жительство и находиться в неограниченное время в стране собственнику любой недвижимости, даже тому, кто заключает длительные договоры аренды, спрос на такую историю поднялся. Еще больше интерес вызвало изменения, по-моему, уже двухлетней давности или трехлетней с покупкой недвижимости до 250, до свыше 250 тысяч долларов. Долларов. И до возможности получить гражданство. Как сейчас в условиях пандемии работают эти схемы, и если интерес у человека есть, а он находится у себя на родине в России, в Украине, в Белоруссии, неважно. Нужно ли ему что-то сделать у себя дома, чтобы как только у него будет возможность приехать, весь процесс в Турции самой пошел гораздо быстрее? Ну, тут на самом деле получить вид на жительство дистанционно невозможно, да, то есть нам тоже часто задают этот вопрос, вот мы как бы хотим оформить вид на жительство, да, но не находясь в Турции. Нет, к сожалению, так не получится. Обязательно для того, чтобы подать на вид на жительство, нужно ваше личное присутствие в миграционной службе, да, то есть проходит рандеву, собеседование с миграционным инспектором. Поэтому, по сути, если вы находитесь не в Турции, ничего делать не нужно, за исключением, пожалуй, только того момента, что в Турции есть такой приятный бонус. Не только собственники объекта недвижимости могут оформить вид на жительство, но и его ближайшие родственники, которым относится супруг супруга, дети до 18 лет и родители на пенсии. Так вот, если вы будете оформлять вид на жительство вашим ближайшим родственникам, вам обязательно нужно будет позаботиться, чтобы на документах, которые подтверждали родство, стояли апостиле. То есть вот просто поставить апостиль на свидетельство о браке, свидетельство о рождении либо деток, либо ваше свидетельство о рождении, если вы будете для ваших родителей на пенсии делать вид на жительство, то есть вы можете сделать только что вот это. Окей. Юля, ну и тогда просто Наталья написала, напишите ваш телефон, именно ваш, хотелось бы пообщаться еще после эфира. Я правильно понимаю, что плюс 90, 535, 055? Ну да, да, сейчас мы пропишем этот номер телефона, конечно, где много троек и пятерок, я сама иногда в нем путаю. Нет, вот он есть, он у нас есть, смотрите, Наталья, вот он, на верху. Да, да, это он, это он, да. Любой телефон, ну да, это уже, с таким обращениями там редко, прямо уж такие, что именно с вами, именно телефон. Но телефон есть, пожалуйста, все, отлично. Юлия Байдан, компания Profit Real Estate, исчерпывающий рассказ. Давайте все-таки, нет, еще пошел вопрос. С налогом на недвижимость и на кой срок выдается ВНЖ? Давайте тоже кратенько ответим. Так, с налогом, можно еще раз вопрос? Какие затраты несет покупатель, помимо стоимости квартиры, что по налогам на недвижимость, на кой срок выдается ВНЖ? Смотрите, помимо стоимости квартиры, все покупатели недвижимости, независимо от того, иностранцы они или турки, сталкиваются с затратами на оформление недвижимости. Что относится к затратам на оформление недвижимости? Единовременный налог 4% на оформление от кадастровой стоимости, не от рыночной, а от кадастровой. Она 1,5-2, иногда 3 раза ниже, чем рыночная стоимость. То есть этот налог, переводчик, выход эксперта для определения кадастровой стоимости, если объект новый, оформление технического паспорта и подключение счетчиков на свет и воду. В среднем для квартир планировки 1 плюс 1 ценник колеблется от 1000 до 1500-2000 евро. Это все затраты под ключ на оформление. На квартиры планировки 2 плюс 1 от 1500, до 3500-4000 евро даже может быть стоимость, если, например, вы покупаете пентхаус в новом комплексе. У нас недавно клиенты оформляли пентхаус 2 плюс 1 в новом комплексе, который только сдался от хорошего застройщика. 500 тысяч лир была показана кадастровая стоимость, и все затраты на оформление недвижимости под ключ составили у них 2430 евро. Вчера я этим занималась, поэтому вот сумму даже... 162%. Да, и вопрос был там с налогом на недвижимость. Налог на недвижимость оплачивается один раз в год до мая. Ежегодный налог составляет 0,2% от кадастровой стоимости, которая... До мая за прошлый год, то есть я вот сейчас должен... Нет, за нынешний. То есть я за 21 год должен заплатить вот сейчас до мая. Но если вы не заплатили до мая по каким-то причинам, ни в коем случае не нужно переживать и расстраиваться, потому что те штрафные пени, которые начисляются, ну они там начисляются просто 2 лиры, 2,5 лиры. Ну то есть вот чисто символически я знаю турков, которые вообще... и турков, и иностранцев, которые вообще не платят эти ежегодные налоги до того момента, пока не соберутся перепродавать объект недвижимости, потому что вы не можете выйти на сделку, пока не заплатите всю вашу задолженность по ежегодному налогу. Вам просто не дадут бумажечку, которая называется RHBDL здесь в муниципалитете, и, соответственно, вы не можете выйти на сделку. То есть как бы это все взаимосвязано и очень хорошо продумано. Вид на жительство можно оформить или на год, или на два. Здесь зависит от вас. Ну то есть как бы больше, чем на два года единовременно не дают. То есть наши, конечно, клиенты в основном сейчас все на два года оформляют. Дорогие друзья, Юлия Байдан, компания Profile Real Estate, руководитель отдела продаж. Спасибо огромное. Вам спасибо за внимание. Да, традиционно на Прианру будет материал по итогам нашей встречи. Параллельно мы опубликуем, безусловно, и отчет о вебинаре. По сути, собственно, запись вебинара, и вы сможете еще раз послушать ответы, коли вам что-то нужно будет уточнить. Но в любом случае телефон, электронная почта, сайт, все на связи, и вы можете с Юлией связаться. Я тоже с вами прощаюсь. Филипп Березин, портал Прианру, недвижимый за рубежом. Очень славно пообщались, традиционно. До скорой встречи в Турции. Надеюсь, ближе к июню у нас будет повод поговорить о более хороших базовых новостях. Всего доброго, всех благодарю. До свидания, хорошего дня. Спасибо.